В Нижнем Тагиле пьяный бесправный подросток врезался в машины, стоящие на перекрестке, и покалечил двух человек. Инцидент произошел в минувшее воскресенье около восьми часов вечера в самом центре города. Как сообщили в Нижне-Тагильском межмуниципальном управлении МВД, 19-летний водитель автомобиля «Шкода» «Октавия Тур», не имеющий водительских прав и находящийся в состоянии опьянения средней тяжести, соответствующим двум промилле алкоголя в крови, двигаясь по проспекту Мира, допустил столкновение со стоящим на перекрестке с улицы Циолковского на светофоре автомобилем «Лада Приора». «Приору», в свою очередь, бросило вперед, где она столкнулась с «Рено Логан». По словам очевидцев, удар был такой силы, что спинки передних сидений «Приоры» оказались на заднем сидении. Благо, никого сзади в этой машине не было. Но зато были впереди 20-летний водитель и его пассажир. Так то, что прыгал на одной ноге, это он был. Я видел, как он вылазил. Вот он стоит в кожанке, видишь? Там один был человек? Да. Нет, на пассажирском еще, видишь, в кожанке мужик. Он тоже там был. С ним все нормально? Нифига. Так ты смотри просто это все. Так удар-то в водительскую, что он, видишь, по крыше какая-то снялась. А, вижу, вижу. По словам медиков, пострадавшего водителя и пассажира «Приоры», спасло то, что они были пристегнуты ремнями безопасности. В противном случае, после такого удара в заднюю часть их машины, они сначала бы отклонились назад, что произошло, а затем так же резко полетели бы вперед, чего благодаря ремням избежать удалось. После осмотра врачами скорой помощи пострадавших отпустили домой. А вот виновнику ДТП следующую ночь пришлось провести в отделе полиции. В ходе освидетельствования на состояние опьянения в выдыхаемом им воздухе была обнаружена концентрация этанола в количестве 0,93 мг на литр. Это соответствует примерно 2 промилле алкоголя в крови. Кроме того, 19-летний подросток никогда не получал водительского удостоверения. Свой поступок водитель «Шкоды» объяснить не смог, а точнее не стал объяснять, отказавшись от дачи показаний. На виновника дорожной аварии был составлен и передан в суд административный материал по части 3 статьи 12.8 КАП. Нарушителя может ожидать наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. В ГАИ напомнили, что повторение подобного поступка, даже если он не приведет к аварии, как в этот раз, повлечет уже уголовную ответственность со штрафом в 10 раз большим или даже лишением свободы на срок до 2 лет.